а всем привет с канала bream team и сегодня у нас такой новый рыболовный влог кристина уже тащит что-то на фидер я покажу примерно сегодня вот такого размера рыба но уже есть такая одна хорошая как бы большая большая густерат наверно скорее всего сейчас положу рыбу и вернемся к нашему диалогу разобрались мы с фидерами поклевки идут допустим на пять поклевок где-то три рыбы то есть ну может быть четыре вот тут скандирует товарищ один что касаемо оснащений так в нашей четыре фидера снастка паттерноста прикрым тунаев слива пока используем пока что в ходе первый замес это на тунаев слива и аминокислота с медом то есть такой сливовый мед или медовая слива как бы такой более даже карповый вкус но как всегда песчаные карьеры это лещ подлещик густера и сорога откусывают поводки и уже поменяли три поводка потому что не было либо поводка либо крючка вижу я на дунаевской леске с петлевязом то есть это не я фигов связал это именно откус попозже побегу наверно с глупрошкой со спиннингом так дай покажу вот снова опять таки очередная поклевка и такой вот полу ладошечной полу ладошечная густера сейчас поменяем как бы чтобы не прилетело сейчас поменяем обзор покажу то есть как мы поставили уже наш садок про который был видеоролик вот сюда наверно ссылку кину возьмите пожалуйста рыбу сейчас мы кристину по эксплуатируем пока я записываю видео она все насаживает забрасывает по погоде то есть солнечно видно что иногда проскальзывает такой ветер причем ветер такой прохладный небо более-менее синее но есть облачка я все время боюсь на рыбалке я как бы могу просидеть целый день на жаре сплошной но я буду спокоен зато когда допустим сидишь хорошо и бац резко ветер уже такое сомнение сейчас ли типа нагонит какие-нибудь тучи еще подобного рода неприязни так скажем а пробовала кристина уже сидеть на спортивном поплавке на удилке опять-таки про которую был обзорный ролик у берега не берет ничего то есть пески они как бы можно зайти далеко в воду и только где-то там метров за 15 на 20 уже будет вода выше головы и поэтому как бы у берега синтепка с уклейкой но пока что не берет опять-таки взяли уклеечный корм попозже может быть вмешаем его попробуем посидеть на поплавке настаивается второй замес это дунаевская слива на меласе шоколадной попробуем что лучше все-таки аминокислота либо миласа хотя жара я думаю миласа должна даже сработать получше время 8 33 как бы уже порядка на 10 12 рыб опана вот опять-таки дернула удилку у берега было видно что прям вашего леска по воде и я дернулся побежал никого нет то есть как бы такая странность здесь это не не прям что-то из ряда вон виду того что есть и ракушечники и может просто проходить какая-то мелкая особь там он впереди на водоеме видим сидят двое людей на водках просто с бортами удочками а мы на фидере и сейчас наверное переключим вид и позаписываем может быть минут 15 как раз таки процесс ловли посмотрим то есть уже на камеру запечатлели две штуки это чай за заброс знаешь это как белая чернота а это силовой заброс на ближнюю дистанцию вот сейчас переключимся и посмотрим как могут все оборудовали вот отсюда я вам только что записывал здесь вот кристина сидит около зонтика на стульчике вот кстати садок этот на который был обзор и вон он где кончает то есть вся рыба ходит где-то там фидера стоят опять-таки какой-то клюет прямо прямой репортаж ведем съемку бац чуть по камере не попали удилкой вот это наш силовой заброс на ближнюю дистанцию кстати дернул not him not him там мы англичане так значит тратим сейчас вот этот вот замешанный такой прикром полусуховатый она молодец она ударила в клипсу ровно все все ударили в клипсу так значит тут у нас такой же настойный настойный густой прям вязкий такой прикром на меласе банк с червями используем вот кстати сейчас на поводках фокус поймаем используется дунаевская леска то есть я тут купил три диаметра 0.14 18 22 кстати зацените сделал новые поводочницы то есть помните что были на вот таких синих смененных материалах сделал что-то вроде вот такого то есть вон там прям лежит большая там вообще чуть ли не 50 поводков на ней вещи скинули вот сюда чтобы не мешало опять лежит наш огромный подсак на все на канале есть обзор то есть подсак катушки которые новые на ведра мы поставили удилки садок на все есть обзоры в плейлисте обзор рыболовных снастей сейчас наверно поставлю вот сюда куда-то вот кресло сяду и записываем поперекидываем удилки было сейчас покачивание на удилки у Кристины тоже что-то а это вероятно от ней всего мы перехлестнулись так я ничего не делал вот вот такая вот особь видно было вот что касается кстати сегодня условий ловли рыбалка очень странная в плане закидывания оснасток то есть кидаем напротив каждого удилища при этом оснастка оказывается абсолютно в другом месте такой вот типа если было бы течение в какую-то сторону их бы сносило либо вправо либо влево все но что интересно может быть мне конечно так кажется да я сейчас все сделаю типа как мне кажется и справа и слева идет течение они в какой-то точке даже кстати это видно я вот сейчас смотрю ближе к берегу идет влево подальше идет вправо и типа два течения встречаются и в середине типа водоворота получается как бы половина удилок влево сносит половину вправо и они они как бы между собой путаются кончается первый пакет время порядка 8 55 метров ну очень мало кстати прикорма уходит наверно где-то сейчас до 4 потому что по большей части просто перекидываем чтобы поприкармливать такой период жары период кстати вот кристина тут сказала то что надо заснять волка 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 это тут такая местная стражевая собака то что песчаные карьеры как бы это граница горного отвода где техника где добывают песок и тут есть стражевая собака причем именно такая стражевая то есть на всяких дебилов она рявкает как бы порядочных рыболов которые не мусорят приносят как бы покушать она очень добродушные мы эту собаку кормим аж с 2018 года я попозже схожу за ним и мы его обязательно заснимем красная вилка дергала то что если вы слышите дергает красная зеленая это мы так определяем удилище которое дергает по цвету кивера который стоит что-то прям хуще цена вот опять закинул может быть так стояла удилка но опять перепуталась я идиот я не взял наш мешочек с дипами да как бы это же не он да это не он я взял все кроме дипов но как бы вот сейчас рыбачим сними пожалуйста петлю с кивера как бы рыбачим сейчас без дипов типа рыба идет единственное если понадобится выделять насадку для крупной рыбы как низко плывет по вопросу из видеоролика когда мы сидели тоже на песках выпуск наверно от конца апреля либо начало мая когда Кристина появится в кадре это вопрос извечный когда надо будет тогда появится может быть она даже будет вести именно плейлист по рыболовным по рыболовной кулинарии потому что кстати опять таки могли видеть вы такой кулинарный отчет как мы приготовили рыбу которая была поймана здесь же на песках то есть это тот отчет где большой окунь где щука на фидер может я и уговорю она будет прям вести плейлист и записывать всякие рецепты связанные с рыбой с какой? зеленый? с луточкой может спит у нее надеяя спит у нее отделю к течению она обратно вернет у них очень хорошая память как она может помнить за слова? слушай они летают и возвращаются с югов с югов? не докапывайся до бедных уток я даже хочу не убрать я честно обратно же кедра вот кстати опустив просто поводок у воды можно поймать вот такую рыбешку сейчас мы ее отпустим конечно Кристина тут меня подстрекает чтобы я ее в саду кинул потому что у нас как бы есть наша любимая черепашка которая ест рыбу но это вот ей на один укус поэтому давай плыви нафиг освободил рыбу она подплыла обратно максимально близко к земле и стоит опа все испугалась я пока баловался у меня опять закрутилось кстати уже какую рыбалку у нас не особо не особо нам нравится рыбачить на фидер от каймана длиной 2.4 а длина все таки для фидера 2.4 это очень мало это может быть на каком то озере на озере на пруду небольшом потому что во первых закинуть с рычага такого маленького тяжеловато и просто как бы она что-то не особо ты куда бежишь? в рыбачке зуба рыбалка делает такое что может не сматериться рыбалка делает такое что может не сматериться рыбалка вырежешься нет пусть все знают какая ты не культурная опять вот смотри а давай сразу поменяем давай сразу поменяем ну тут гадость вырежешь иди опять таки о спорт ты мир ух ты вот опять ветер что у нас аж зонтик для защиты от солнца его прямо это то есть выгибают у него и спицы нахер скоро погнутся окончательно вообще как бы не жарко особо может его убрать нет ты просто смотри сама откуда блин и вот кстати по закону подлости как бы зарека сейчас я сам беру по закону подлости зарекались брать с собой небольшую палатку автомат вот чтобы как бы если сидишь на рыбалке и дождик такой небольшой нашел даже хотя бы часок посидеть а потом после дождя еще порыбать два раза два раза брали жарень была просто ни одного облака как только не возьмешь палатку сразу появляется такая спорная погода а кстати по поводу лески клаймакс то есть поставили же мы на новые катушки леску клаймакс 0.25 я вот ее хвалил ну и как бы хвалить продолжаю типа выдерживает нагрузку хорошо как бы амортизирует удар но что мне прям вот такое не понравилось причем этого не было на дешевой леске за 100 рублей конец где кончается кивер когда оснастка опущена там прям все сворачивается почему-то типа вот на этом месте именно офигеть какая память сейчас была поймана довольно крупная особь карасик это такой прям здоровый к килограммчику сейчас покажем короче вот такой вот крокодильчик клюнул то есть вот моя рука то есть такой такой чувач прямо сейчас мы его освободим и положим в подсак вот это вот вук который тут стражевая собака волк ну кстати смотрите он прям правда вот на волка похож мы каждый раз приходим мы ему колбаску покупаем и корнем оба он уже насилилузик он всегда встречает аккуратно прям с руки берет хвост хвост какой шикарный тут интереснее тут клбаса дай ему колбаску как и понял что кусочек маленький обрезал вместо того чтобы зубами сны ты молодой молодец молодец пробуем мы это кинуть нет я кидаю собакам которых боюсь это моя волчишка да так поймали второго карасика на сегодня не на сегодня а на сейчас на сейчас поймала Кристина на опарыша вот такой вот прям добротный карасик сначала не смог завести его в подсак промахнулся думал сошел и думал сейчас получу но нет он еще был на крючке и забрали в подсак его наконец такой же по размеру как первый может быть прям чуть меньше и в чем прикол то сильный какой я его даже сейчас не освобождал от поводка у него это прямо в подсаке сейчас он его склюнул с губы вот поэтому вот такой вот добротный карасевич покажу свой плавник красивый все включим так по поводу рыбалки тут наверное последней съемки прошел час идет спортивный размер пара более-менее средних таких сейчас вот тут проехал катер волны то есть спокойствие как обычно сейчас около двух часов затишье уже идет четвертый пакет корма это дунаев шоколад на миласе с шоколадом от вайнеров ссылка была на них где-то в сообществе вконтакте можете посмотреть использовать сейчас стали червя червя опарика но надеюсь корм у нас останется и ждем так вот вечернего клева вот такого вот сазаненка мы сейчас вытащили то есть в нем сколько примерно ну 500 наверное вот такой маленький сазаненок то есть не карась это видно по хвосту плавничок более такой длинный чем у карася у карася наверное в два раза меньше вот такой вот красавчик Кристина очень давно хотела поймать и в том году и в этом у нее был сазанисход она тут прям ревела на вот этом самом месте плакала слезами обливалась и вот наконец она поймала сазаненка пусть но сейчас не конец сезона поэтому поймает она и трофея пикелушечку под две под сем вот такой вот ребят ну как лапарь сейчас high Уже завершение рыбалки Третий карасик Вот такой вот 350, 4, 120 Нет, 450 Он даже страшноватый Такой покоцанный Ничего, ничего, хороший карасик Уже завершение рыбалки Следующим кадром уже Будет подведение итогов Продолжение следует...